Здравствуйте, дорогие зрители, на связи с Альфа-Ньюс, профессор Высшей Школы Экономики, научный сотрудник Института РАН Дмитрий Тренин. Дмитрий Витальевич, здравствуйте! Добрый день! В одном из ваших последних интервью вы сказали, что позиция России относительно Армении и в целом по Южному Кавказу изменилась. Вот в чем заключаются эти изменения и куда могут привести вообще отношения России и Армении, учитывая вот этот непрекращающийся кризис, который мы наблюдаем? Ну, во-первых, российская позиция изменилась, потому что изменилась ситуация на Южном Кавказе, если глядя из Москвы в Закавказье. Фактически решение, военное решение Карабахского вопроса, неожиданное, в общем-то, решение. С точки зрения российского руководства и многих российских наблюдателей довольно, ну, я уже сказал неожиданное, но крайне невыгодное для Армении, то есть из всех вариантов решения Карабахской проблемы, которые у нас были, начиная с 94-го года, оказался реализованным самый невыгодный для Армении вариант. Это, конечно, многих озадачило, многих напрягло. И, конечно, российская позиция в этой связи не может оставаться той, которой она была, скажем, до 20-го года или даже до сентября нынешнего года. Это первое. Второе – это изменения, резкие изменения, хотя к этому шло на протяжении целого ряда лет, резкие изменения в настроениях армянского руководства, в риторике армянского руководства, в настроениях значительной части армянского населения по отношению к России. Это тоже заставляет корректировать российскую позицию в отношении Армении. Так что вот два фактора. Первый фактор – силовое решение карабахского вопроса в пользу Азербайджана на 100% фактически. И второе – это изменение, уже открытое изменение курса армянской политики в отношении России, переориентации Армении от союзнических отношений с Россией в направлении, ну, скажем так, поиска счастья на Западе. Вот два фактора, которые, конечно, не могут оставить российскую политику на армянском направлении прежним. А вот где, на ваш взгляд, точка невозврата в отношениях России и Армении? Ну, я не знаю, что значит точка невозврата. История ведь движется по довольно извилистым траекториям. Поэтому ясно, от чего мы отходим. Ясно, куда сейчас направлен вектор армянской политики. Неясно, что будет через 5 или 10 лет, 20 лет. Да неясно, что будет через пару месяцев, на самом деле. Многие ситуации бывают очень, развиваются очень неожиданно. Я не думаю, что, если говорить о каком-то небольшом отрезке, то я думаю, что мы прошли точку, с которой мы могли бы вернуться к отношениям, существовавшим, ну, скажем, до 2020 года или хотя бы до сентября 2023 года. В этом смысле точка пройдена, и мы вряд ли вернемся к этим отношениям. Это не значит, что отношений не будет никаких. Это не значит, что не будет сотрудничества. Это не значит, что не будет взаимодействия. Это не значит, что не будет российского присутствия разнообразного на территории Армении. Но это будет уже несколько другая глава нашей очень долгой истории взаимоотношений. А то, что отношения могут все-таки улучшиться, вы не рассматриваете такой вариант? Конечно, рассматриваю. Я говорю, что история движется извилистыми траекториями. И я не исключаю того, я надеюсь на то, что на каком-то этапе они могут стать действительно партнерскими и даже союзническими. Но, на мой взгляд, этот этап пока довольно далеко впереди. По крайней мере, в ближайшей перспективе я не вижу. Хотя все может произойти, резкие изменения тоже возможны, как история показывает. Но я исхожу из того, что на какую-то перспективу, краткосрочную, может быть, среднесрочную, отношения будут скорее ухудшаться. Я надеюсь, что их удастся на каком-то этапе стабилизировать, чтобы они не ухудшались дальше, чтобы они не приводили к конфликту, чтобы этот кризис не закончился конфликтом. Он может закончиться стабилизацией на низком уровне, что будет плохо, но все-таки нетрагично. Или он может привести к конфликту. Я надеюсь, что нам удастся этого избежать. Ну, а возможность того, что они могут улучшиться, она, конечно, всегда существует, покуда мы живем. А как вы оцениваете посредническую роль России в переговорном процессе между Ереваном и Баку? И какие на сегодняшний день у России есть подходы для разрешения этого конфликта? Ну, я думаю, что, во-первых, эта роль была недооценена, сознательно недооценена, потому что мое впечатление, я, господи, с армянской стороны, поскольку, потому что армянская страна, на самом деле, ну, по идее, гораздо в большей степени, чем российская страна, должна была быть заинтересована в наиболее благоприятном, наиболее благоприятном завершении урегулирования Карабахского конфликта. И российская страна на протяжении многих лет, и об этом говорил президент России, предлагала различные компромиссные варианты, которые, хотя и заставляли армянское руководство пойти на некоторые уступки, оставляли Армению в довольно приличной, я бы даже сказал, довольно сильной позиции. И азербайджанская страна на различных этапах была готова на компромиссные решения, которые российская страна пыталась согласовать между Баку и Ереваном. Но, опять-таки, я не специалист в этих, в деталях этих взаимоотношений, поэтому, может быть, мои оценки будут довольно грубыми. Но вот моя грубая оценка заключается в том, что нынешнее армянское руководство предпочло в качестве наиболее выгодного решения вопроса отказ от Карабаха с тем, чтобы, таким образом, отказавшись от балласта и во внутриполитическом плане, и во внешнеполитическом плане, дальше развивать отношения с Западом. И это, если хотите, стратегический курс армянского нынешнего руководства. А коль так, то Россия в качестве посредника не востребована Ереваном. И Ереван свои основные шаги делает на западном векторе. Заявления, которые лежали в основе армянского согласия на фактические отказы от Карабаха были сделаны в Брюсселе и в Праге на мероприятиях, организованных Европейским Союзом. Так что, я еще раз говорю, может быть, моя интерпретация слишком груба, но вот из того, что я читал, слышал, видел, эта интерпретация мне представляется наиболее точной, хотя и очень общей. А какую значимость, на ваш взгляд, сегодня играет Армения для России с учетом изменения баланса сил в регионе? Потому что складывается ощущение, что вот по некоторым причинам, в частности, из-за концентрации сил на Украине, из-за конфликта с Западом на Украине, Москва не хочет или не может на сегодняшний день вот как-то быть более активна в регионе, на Южном Кавказе? Ну, конечно, внимание российского руководства сегодня во многом сосредоточено на гибридной войне, которую Запад ведет против России, на военных действиях на Украине, на развитии отношений с ключевыми партнерами России на востоке, на юге. И в этом смысле ну, как бы, все-таки мы у нас у каждого по 24 часа в сутках, и мы вынуждены так или иначе приоритизировать свои усилия. Я бы сказал, что Россия, конечно, в основном занята на других участках своего внешнеполитического контура, не на Южном Кавказе, но с другой стороны, Россия страна с большими дипломатическими, военными, экономическими, политическими и прочими ресурсами, и для решения, благоприятного решения, в данном случае для Армении, карабахской проблемы, у России нашлось бы и находилось до последнего времени, и, в принципе, имеется сегодня достаточно ресурсов. Просто эти ресурсы, я уже сказал в ответе на предыдущий вопрос, сегодня не востребованы армянским руководством. Это заставляет Россию, конечно, многое переосмыслить, процесс переосмысления идет уже несколько лет, может быть, с 2018 года, точно с 2020 года, ну, 2022 год, конечно, очень серьезные коррективы у нас. Вот, поэтому, конечно, российская позиция и приоритетная приоритетность армянского направления, ну, так или иначе, меняется. Навязывать себя Россия, конечно, не собирается никому, с другой стороны, она не собирается бежать из-за Кавказья, и она не подвержена каким-то эмоциональным всплескам, наоборот, российское руководство, насколько я понимаю, сегодня ожидает, что армянское руководство в какой-то момент более реалистично посмотрит на свои опции, на возможности других векторов армянской внешней политики и как-то скорректировать, скорректировать не только риторику, но и политику на российском направлении, но это дело армянского руководства, армянского политического класса и армянского народа. Я еще раз говорю, насильно, мил, не будешь, у России в этом регионе есть другие, они всегда были, я не говорю, что Россия отворачивается от Армении, поворачивается к Азербайджану, но очевидно, что Азербайджан также имеет значение для России, и это значение отчасти увеличивается. У России очень сложные отношения, сложные и, в общем, богатые отношения с Турцией, они могут быть и противоречивыми, но это очень важные отношения. У России есть важные отношения с Ираном, так что Армения находится где-то в этой мозаике западно-азиатской, ближней, средневосточной в широком смысле слова. Ну, вот она там находится и Россия тоже принимает во внимание положение Армении и свои интересы в Армении, но надо учитывать в общем контексте, Армения не пуг Кавказа для России. Вот в Армении еще бытует мнение, что якобы из-за конфликта на Украине Россия пошла на некие закулисные договоренности с Турцией и Азербайджаном по вопросу Карабаха. Вот вы с подобными утверждениями согласны? Я думаю, что эти утверждения так или иначе призваны либо затушевать, либо как-то замаскировать тот поворот в армянской политике, который совершило нынешнее руководство, которое, по сути дела, отказалось от Карабаха ради установления отношений с Западом. И свалить вину на Россию в этой ситуации, ну, конечно, если есть люди, которые на это поведутся, то он поверит, а такие люди, наверное, находятся. Это естественный, может быть, не естественный, а логичный шаг для руководства, которое хочет, чтобы гнев, обида, боль армянских граждан были перенаправлены с руководства Еревани на руководство в Москве. Это вполне логично. Вот с учетом значимости Азербайджана и Турции для Москвы, что должно сделать Армения, чтобы ее интересы и вопрос безопасности были также важны для России? Ну, я не знаю, я не хочу давать советы армянскому руководству, вот я еще раз хотел бы подчеркнуть, что, на мой взгляд, нынешняя стратегия армянского руководства заключается в том, чтобы, отказавшись от Карабаха, дистанцировавшись от России, освободить свои руки для того, чтобы выстраивать отношения с Западом. Есть надежда, как я понимаю у этого руководства, что эти отношения принесут, по крайней мере, руководству существенные дивиденды, говорят о том, что принесет это дивиденды и самой Армении, в чем, честно говоря, у меня есть сомнения. Приближенные к армянским властям эксперты все активнее продвигают идею о выходе Армении из ОДКБ по причине того, что ОДКБ не оказала помощь Армении в нужный момент. Вот если такое случится, как на это отреагирует, на такой шаг отреагирует Москва? Я не знаю, как Москва отреагирует на этот шаг. Мне трудно сказать. Такие решения принимаются на самом высшем уровне. За последние годы мы становились свидетелями очень важных решений, которые, скажем так, не всегда были очевидны до того, как они были приняты. поэтому поживем увидим, как Москва отреагирует. Но надо сказать, что в Москве тоже вынуждены пересматривать, в том числе просчитывать тот вариант, о котором вы говорите. И в этой связи подвергают, по крайней мере, серьезному аудиту значения Армении во внешней политики, в политике обороны и безопасности России. Я еще раз повторю, что Москва не собирается ни мосты сжечь, ни бежать куда-то из Армении, ни менять фронт, переходить на сторону Азербайджана. Россия на своей стороне находилась, находится, и, я думаю, будет всегда находиться. Поэтому не могу предсказывать и не хочу предсказывать. конечно, это будет воспринято негативно. Конечно, Россия постарается, насколько это возможно, убедить разными способами армянских руководителей не совершать вещей, которые не только повредят Армении, так же, как они создадут какие-то гораздо меньшие проблемы темы для России, но могут и дестабилизировать ситуацию на Кавказе. Потому что выход Армении из ОДКБ и еще другое предложение, которое также озвучивается в этой связи, вывод российской базы военной из Армении, создают определенный вакуум, который непонятно, будет он заполнен или нет, если он будет заполнен, то мы примерно представляем кем, и если он будет заполнен тем, кем мы представляем, то какие последствия для этого возникнут для региона, для России, какие будут ответные шаги и так далее. То есть здесь открывается очень широкое поле для различных сценариев, но я бы сказал, все они имеют, скажем так, несут с собой большой негатив, прежде всего для Армении и во второй очередь для Кавказского региона. Посмотрим, что будет, но впереди неизвестность в этом смысле. Вот те самые лица, которые в армянском обществе прозападные и провластные продвигают идею выхода из ОДКБ, они же и говорят о том, что необходимо подать заявку на членство в НАТО. Вот как вы думаете, вообще, насколько реально, что Армения войдет в НАТО и готовы ли НАТО, в частности США и Франция, заменить Россию и стать гарантом безопасности Армении? Ну, опять-таки, я думаю, что вопросы о США и Франции нужно адресовать американским и французским коллегам. они лучше могут ответить на этот вопрос, они разбираются и так далее. Я не буду на него отвечать, не знаю. Что касается заявки на членство в НАТО, ну, мы видим последствия заявки на членство в НАТО для Грузии, это было в 2008 году, мы видим сегодняшние последствия заявки на вступление в НАТО на Украине, в общем, эта заявка, я не хочу, чтобы это выглядело угрожающе или как-то еще, ни в коем случае, но просто как человек, наблюдающий за этим вещами, я могу сказать, что это выглядит как заявка на очень серьезный конфликт, в котором пострадавшей стороной будет выступать прежде всего Армении. Если людям недостаточно, тем людям, которые делают эти заявления, недостаточно трагедии Карабаха, то они должны прямо сказать армянскому народу, что они собираются вернуть его в еще большую трагедию с непонятными перспективами для армянской государственности. А что ожидает ОДКБ и ЕАЭС на фоне конфликта на Украине? Будет ли Россия продолжать углублять свое влияние на интеграцию на постсоветском пространстве или возьмет паузу? Я думаю, что что бы ни произошло в отношениях между Арменией и ОДКБ, в отношениях между Арменией и Евразийским экономическим союзом, это не повлияет существенным образом на функционирование этих организаций, а также на политику России в отношении ОДКБ и Евразийского экономического союза. На связи с Альфа-Ньюс был профессор Вышешколы экономики, научный сотрудник Института РАН Дмитрий Тренин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова